Друзья, всем привет! Сегодня у нас полезная двухминутка на тему того, что случайностей не бывает. И с вами снова Олег Николаев. Есть две большие жизненные стратегии. Одна – это то, что мир – это мир случайностей и хаоса, и миром управляет хаос. И все летали когда-то какие-то там частицы, все это соединилось, и стало человеком в конце концов. Да что смысла никакого нет, и все просто хаотично и бессмысленно. Это одна стратегия. И вторая стратегия – это то, что если мы не понимаем, как что-то произошло, это не значит, что это произошло случайно, это значит, что просто мы не понимаем каких-то законных взаимосвязей. Как обычно, эти две штуки недоказуемы, одна и другая недоказуемы. То есть это как некий аксиом, который каждый для себя берет на веру, либо одну, либо другую, и по ней живет. На мой взгляд, вот тема с тем, что случайностей не случайны, гораздо более осмысленна, даже если, например, вот эта тема там, она более правдива. Хотя лично я так ни разу не считаю. То есть в чем смысл? То есть одна из моих любимых шуток – это такой тест, как определить, заслужили ли вы то, что с вами произошло. И ответ – если произошло, значит заслужили. То есть если что-то в вашей жизни произошло, это значит, что это результат никакого-то слепого случая, никакой-то там несправедливости или чего-то еще. Если с вами что-то произошло, значит вы это что-то 100% заслужили. То есть если по такой стратегии жить, то жизнь становится сильно проще, потому что, во-первых, вы ответственны в первенстве на себя с кого-то, со случая, с каких-то людей, с чего-то еще. Вы понимаете, что вы жили таким образом, что дожили вот до такого события. И это событие вами 100% заслужено. То есть тогда что мы сразу считаем? Что мир справедлив. То есть если мы считаем, что мир несправедлив, то, соответственно, мы живем там в обидах каких-то, в каких-то печалях каких-то. То есть куча обид в нашей жизни, если мир несправедлив. Мы там на кучу людей обижаемся в нашей жизни. Если мы понимаем, что мир справедлив и все, что произошло с нами, мы заслужили, значит нет смысла ни на кого обижаться. То есть хорошее время, если вы со мной вот в этой стратегии, То какой смысл на кого-либо в вашей жизни обижаться, если вы заслужили то, что с вами произошло То есть стоит взять и простить всех людей, которые вам когда-то что-то плохое сделали Как для начала Ну а дальше просто в целом жизнь по этой стратегии, она дает больше шансов чего-то достичь, на мой взгляд Потому что когда вы понимаете, что все зависит от вас И события в вашей жизни зависят от вашего поведения, от ваших решений, от ваших каких-то идей То есть жить веселей, на мой взгляд Когда вы живете в мире случайности, если вам на голову упал кирпич, то просто упал и упал То реально можно просто жить и просто можно сесть и посыпать голову пеплом Потому что какой смысл, если вы живете просто в каком-то хаосе И этот хаос никаким образом вам не подвластен даже вашим каким-то поступкам и мыслям Потому что это хаос Поэтому идея с тем, что случайность не случайна И то, что любое событие, которое произошло, либо произойдет с вами в жизни Зависит от вас, ваших решений и ваших действий Это крутая штука, потому что В такой стратегии жить правильнее И мой жизненный опыт показывает, что эта стратегия не только верна, но и истинна Что действительно случайностей не бывает И все, что происходит в жизни Как в кино Если вы смотрите фильм, кажется, добычные люди ходят, какие-то автобусы ездят Но вы понимаете, что вся эта история полностью продумана режиссером фильма И постановщиком каким еще То есть ни одно событие, ни один объект в фильме не является просто там случайно лежащим Он весь продуман до мелочей Так, на мой взгляд, эта жизнь человека полностью продумана То есть есть какая-то часть, мы не знаем, как ее назвать Какое-то подсознание, высшее я, что-то еще Что полностью контролирует вот эту историю, вот эту картинку Поэтому если что-то в вашей жизни произошло То надо думать не за что это произошло, а зачем То есть результатом каких действий, да, произошло это событие Или же еще полезнее То есть вспоминайте какое-то свое событие там в жизни Да и думайте, а как оно меня изменило То есть вот какое-то негативное событие произошло Вас куда-то обидело, там что-то произошло, там какой-то случай Вы анализируете свою жизнь после этого и смотрите А как это изменило вашу жизнь и что произошло, если в вашей жизни этой ситуации не было И уверяю вас, что вы найдете очень много вещей Негативных в вашей жизни, благодаря которым вы продвинулись вперед И если бы их не было, то вы вероятно не были бы там, где вы находитесь сейчас А были бы где-то гораздо ниже Вот такая история, всем хорошего дня И желаю проанализировать все события в вашей жизни И уверовать в то, что случайность не случайность